привет мои дорогие я хочу вам поделиться с вами двумя шедеврами от мастера мурада двумя моими украшениями вновь обретенными вот совершенно разными вообще по технике исполнения по стилю скажем так начну вот с таких сережек это не забудки серебро и аквамарины вот такие серьги мне как-то позвонил мой знакомый ювелир и сказал что велоханом у меня есть два очень красивых аквамарина вы бы не хотели не знаю я как-то никогда не покупала до этого так вот камни да именно ну там что-то нужно было мне там жемчуг или что-то но вот именно вот такого плана камни я не покупала но когда их увидела я поняла что очень много я упустила в этой жизни скажем так и я их естественно не смогла не купить и очень долго после этого я подбирала для них какую-то модель что-то да вот я не знала что мне с ними делать единственное что я знала твердо что мне хочется какой-то нежности не знаю не меня вызвали такие ассоциации эти камни не хотелось мне чего-то вот такого как обычно вот я люблю что-то более такое этническое более топорная более объемная хотя серьги сами по себе они не маленькие далеко ну и не крупные совсем очень они не нравятся прям ну я не знаю девочки я как-нибудь наверное все таки соберусь и сниму видео опять с примеркой уже наверное с нормальным нормально наверное нет с нормальным освещением юля увидела эти сережки сегодня только и загорелась идеей сделать себе такой комплект единственное кольцо у нее будет не подвесная часть то не будет вот это вот камешек ходить надо же камни успела купить не поверите девочки сейчас я вам покажу аквамарины не нашлись конечно вот такие она купила камни глубокого синего цвета чуть-чуть такие с чернильным оттенком очень красивые тоже сейчас я вам покажу приблизительно как это будет выглядеть постараюсь показать ой сейчас девочки прошу прощения да что ж так ну как то вот так тоже будет очень красиво я думаю ну все не держится падает вот и у юли будет скором времени такой комплект очень красивые сережки так они выглядят с обратной стороны на ушках смотрятся они замечательно следующим я покажу вам перстень это что-то новенькое по крайней мере у меня это первое украшение в таком стиле из такого материала которым я узнала от мурадо существование которого вообще я узнала от мурадо ничего подобного у меня не было но надеюсь это не последнее украшение сейчас я вам покажу здесь стоит проба вот это девочки у меня помимо того что отекшие немного пальцы плюс еще мы с мурадом договорились что он сделает перстень чуть меньше да потому что увеличить его всегда можно уменьшить уже к сожалению нет это такой цельный перстень из эбонита не знаю возможно кто-то из вас сталкивался с этим материалом я например впервые вообще вот я только когда услышала о нем тогда я узнала из википедии что это вообще такое с чем это едят сейчас немножко краткий такой экскурс эбонит это высокого вулканизированный каучук с большим содержанием серы не буду долго вам зачитывать все подробности в отличие от мягкой резины эбонит не проявляет высокой эластичности при обычной температуре и напоминает твердую пластмассу так эбониты применялись как электроизоляторы и кислотостойкие материалы при производстве электроизоляционных деталей приборов при гумировании различных емкостей для агрессивных жидкостей корпуса кислотных аккумуляторов и так далее представляете девочки эбониты бывают черного и темно-бурого оттенка вот как в моем случае он такой темно-темно бурый при ближайшем рассмотрении на свету а так он смотрится если издалека то как черный но вот при таком освещении видно что он темно-темно бурый так эбониты также использовались как так буду держать колечко сейчас уже заканчиваю читать чтобы не отсвечивала может подальше так эбониты также использовались как заменители дорогих материалов типа черного дерева слоновой кости рога или черепашьего панциря в промышленности они использовались в середине 20 века и в начале из них изготавливали гребни рукоятки ножей мундштуки для трубок и сигарет корпуса перьевых ручек в музыке грампластинки мундштуки для кларнетов саксофонов и фаготов а также изготавливают из него из эбонита свирели флейты и кларнеты если кому-то будет интересно более какие-то подробные какие-то или какие-то детали подробно можно прочитать в интернете я не буду просто ваше время так тратить до какие-то общие характеристики я прочитала видите у него есть такие природные как на дереве до также девочки эбонит он от того что очень легко электризуется из него делали такие диски эбонитовая и использовали для массажа в лечебных целях я тоже читала про это пишут что очень эффективно полезно когда мне брат показал фотографии вообще не поняла что это я подумал что это кусок древесины а потому что только на срезе вот эта чернота его видно в таком еще необработанном состоянии он выглядит именно как просто такой вот кусочек древесины как такое небольшое бревнышко грубо говоря да или такая достаточно плотная ветка толстая девочки я не знаю да мурат он просто что творит это ему непостижимо это представляете из вот такой вот болванки просто да как пенёк такой мини вырезать вот такое цельное кольцо это как надо суметь еще и не знаю вот такой перстень вырезать это все вручную девчонки представляете это вот все вручную вырезается обтачивается это все полируется я не знаю как это Мурат, это все, это просто волшебник, но на самом деле, девочки, это вот, ну, положа руку на сердце, это каким надо быть умельцем, чтобы творить вот такие вещи. Здесь корунт, ну, как вы уже поняли, да, так отсвечивает, вот, это от вспышки. Друзья, честно говоря, я планирую еще сделать себе такие перстни, этот, видите, он идет как, да, вертикально, я еще хочу горизонтальный перстенек, и еще кое-что хочу, но я не буду вам заранее говорить, девочки, дай бог придет время, вы сами все увидите. Мы с Муратом уже обговорили какие-то детали, более того, я, это он не сделал из своего материала, у него, он сказал, оставалось, да. Я попросила его, чтобы он купил отдельный вот такой брусочек, ну, как брусочек, это как типа трубки выглядит какой-то там, он мне писал размеры, я не могу сейчас озвучить его объем, скажем так, да. Единственное, что длина, по-моему, писалось, не ошибаюсь, это 30, порядка 30 сантиметров, вот. И, в общем, есть у нас планы, есть мысли, задумки, он, кстати, приобрел мне уже вот этот вот, скажем так, материал, этот эбонитовый, вот такой брусок, брусок, не брусок, скажем, назовем это, не знаю, ветка что ли какая-то, не знаю, как назвать, трубка, вот эбонитовая трубка, наверное, скорее всего, они вот в форме трубочек таких выглядят, как трубка. За что ему огромное спасибо, за то, что он свое время потратил, вот. И уже с ней мы будем работать. Я думаю, украшения, которые мы еще задумали, вас не разочаруют, но, по крайней мере, это кольцо. Я не знаю, возможно, оно кому-то не понравится, кто-то сочтет его каким-то грубым, каким-то, не знаю. Но на меня оно вообще такое впечатление производит, невероятно. Это еще я вам показываю так. А если увидеть его в реальности, совершенно другие эмоции. Я вам скажу более того, когда Гюля увидела фотографию этого кольца, она вообще не вдохновилась. Она, ну, как бы, ну, да. Я говорю, тебе что, не нравится? Она говорит, да нет, ну, нормально. Она говорит, ну, в смысле сказать, что я прям в обмороке, я не могу. Когда она сегодня его увидела воочию, она говорит, это совершенно вообще разное впечатление, разные, как сказать, что-то я не могу сформулировать мысль. В общем, это совершенно другие эмоции. Не знаю, девочки, в полной мере я могу вам это, смогла я вам показать или нет. Ну, Мураду, конечно, огромное спасибо и поклон, вот честно, за его мастерство такого класса, да. Не знаю, я вот восхищаюсь людьми, действительно, которые вот так вот владеют, неважно чем, да, вот тем, чем они владеют, скажем так. Так они владеют в совершенстве. То, что вот они делают не спустя рукава, не абы как, а вот именно так, что просто дух захватывает. Повторюсь насчет размера, что мы его увеличим. Это Мурад сказала, без проблем вообще. Я когда при нем примерила кольцо, мы оба поняли, что его надо немножко раскатать. Единственное, что я не смогла с ним расстаться, потому что мне надо было его как-то подержать в руках, чтобы оно у меня побыло. Вот. И мы встретились на нейтральной территории, не в его мастерской, да. Я сказала уже, Мурад, я к вам на днях подъеду, и уже там вы мне сделаете, отдадите. Я не готова с ним расстаться, да, вот так, не успев приобрести. Он, да, конечно, вот это недолго займет. Вы подождете, я вам все сделаю. Вы поверите, какие я испытываю мучения, вот имея такую красоту и не имея возможности его надеть. Но буквально в ближайшем будущем, не знаю, завтра, послезавтра я обязательно поеду к Мураду, чтобы он мне его чуть-чуть раскатал. Раскатал, но как-то вытачивать будет вот здесь, я думаю. Ну, вот так, дорогие мои. Надеюсь, смогла удивить. Я, по крайней мере, ну, поражена. Поражена, и я очень-очень-очень рада, что вот у меня теперь еще появится, я думаю, серия вот таких необычных украшений из абонита. С натуральными камнями. Не буду я вам всего рассказывать. Увидите сами, даже камни показывать не стану. Увидите уже их в готовых изделиях, потому что уже камни прикупила я тоже. Есть задумки интересные, надеюсь. Ну, для меня, по крайней мере, интересные. Ну, вот так, девочки, что-то я заболталась совсем. Я могу его надеть, но потом будет проблематично снять. Так что не буду я испытывать судьбу. Ну, все, дорогие мои. Как всегда, всем огромный привет. Берегите себя и своих близких. Всем пока.